Привет ребята, и мы смотрим продолжение видео о задачках из приложения Action China's Chess. Сегодня нас ждут задачи с 11 по 20 из раздела Basic Tactics, то есть базовая тактика. И первая задача называется Матканё Мелодьёй. Как видите, ставится она в один ход мат, и, как видно, королю просто уйти некуда, здесь обнаруживается его слабость, так как он наискосок походить не может. Давайте рассмотрим немножко сложнее вариант. Сегодня много будем говорить о связках коня и ладьи, но пока что, как видите, тот же первый вариант надо организовать. Король не может побить, советник не может так же побить, потому что, как видите, он связан. Здесь такое положение пушки очень сильно связывает чёрных, поэтому бить будет конь. И сейчас можно заканчивать комбинацией тем же ходом мат. И 13-я задача, как видите, огневая мощь у чёрных очень слабая. Эта пушка им ничего не даёт, а белые уже почти подошли вплотную к королю. Просто бьём пешкой советника. Чёрные дёргаются последним ходом. И мы ставим пешкой мат. Король даже не смог уйти с этой точки, так как все его выходы блокируются конём. Давайте посмотрим следующую, 14-ю задачу. Какая здесь ситуация. Мы ставим шах ладьёй. Деваться королю некуда. У него есть только два хода. Но может он походить сюда или сюда. В любом из ходов следующий ход объявляет королю мат. 15-я задача. Мы видим, что центр уже отрезан. Для короля чёрных осталось только поставить ему шах конём. Король уходит вниз. Здесь получает шах от ладьи. И независимо, куда он уходит, вверх или вниз, он получает следующим ходом мат. И 16-я задача тоже показывает силу связки конь-ладья. Если конь ходит сюда, кажется, что советник может его побить. Или его, или пешку. Но посмотрите, к чему это приводит. Если такое происходит, летит мат. Если, допустим, он бьёт пешку, ситуация повторяется из-за того, что конь держит эти две точки. Потом, скорее всего, чёрные будут дёргаться. Шах королю. Шах. Король забирает ладью. Теперь, возможно, не походит пешкой. Или какой-то другой фигурой. И получает мат. 17-я задача. Шах к чёрному королю. У короля есть два пути. Допустим, он походит сюда, на середину. Получает шах от второго коня. И это мат. Ходить ему некуда. Поэтому, скорее всего, он изберёт другой ход. Он пойдёт к себе в центр. Получает шах от коня. Возвращается назад. Забирается слон. Опять же, не хочется возвращаться сюда, потому что это верный мат. Ну и здесь тоже его ждёт конец. 18-я задача покажет нам ценность поддержки короля. И первым ходом, самым разумным, будет вот такой. Отходить в сторону. Это верный мат. Поэтому король бьёт. Ладью. И здесь вступает связка король-ладья. Побить ладью король не может. Ему ничто иное не остаётся, как только возвратиться. Потом бьётся этот советник. Казалось бы, на первый взгляд, что можно побить ладьёй. Но это не так. Потому что возникает тогда шах. В связи с тем, что пушка будет смотреть на короля сквозь ладью. Поэтому никакого другого хода, как возврат назад, нет. Ладья тоже возвращается. Эта линия занята пушкой. И это мат. 19-я задача показывает нам ценность поддержки короля для этой ладьи. Логично, что чёрные походят конём сюда, чтобы прикрыть точку на этом углу замка. Правильным ходом будет ответ пушкой. Вы знаете, что теперь она создаёт существенные трудности здесь. В случае, если побить конём эту пушку, мат получается незамедлительный. Потому что, как видите, центральная пушка держит этого советника. Поэтому такого хода, скорее всего, не будет. Всего лишь конь сможет преградить вам путь на один ход. Дальше чёрный опять дёргается. И всё равно получает мат. 20-я задача. Мат двумя пешками. Вы знаете, что даже одной можно поставить в Сенце мат. Но у нас сейчас будет мат двумя. Шаг королю. Чёрным приходится уходить. Единственный ход такой. И чёрный, не имея достаточно атакующей мощи, потому как одной пушки, видите, недостаточно, начинает дёргаться. Шаг. Просто игнорим эту пешку. И ставим мат.